Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге «Деяния апостолов», мы обратимся сейчас к 19 главе. 19 глава содержит рассказ о деятельности апостола Павла в Эссесе. Рассказ, который, собственно, начинается, конечно, последними стихами предыдущей главы и будет продолжен в следующей главе, но основные, по крайней мере, часть очень ярких и важных событий вот попали в 19 главу. И начинается, собственно, рассказ 19 главы с того, что апостол Павел обнаруживает в Эссесе некоторое количество учеников, по-видимому, последователей Аполлоса, учеников, которые обратились в результате проповеди Аполлоса, которые, однако, в сущности остаются на какой-то, с точки зрения апостола, предварительной ступени встречи с Богом. Он спрашивает их, приняли ли вы Духа Святого у вербов. Они же говорят, мы даже и не слышали, что есть Дух Святой. Вообще говоря, конечно, интересно, а с чего вдруг апостол Павел задает им этот вопрос? Что, собственно, побудило его поинтересоваться, приняли ли вы Дух Святого у вербов. Потому что, ну, в конце концов, если они говорят, что они христиане, ну, вроде как, так и должно быть, это само собой разумеется. Здесь важно обратить внимание на то, что, по большому счету, конечно, именно действия Духа Святого, именно принятие Духа и дары Духа, которые появляются в жизни людей, в том числе, вот, например, в их молитвенной жизни, в их собраниях для преломления хлеба, вот, в их общине христианской эти дары Духа являются, хоть и не единственным, но все же одним из основных признаков, собственно, христианства. Обратите внимание, как апостол Петр, когда, скажем, иерусалимская христианская община в лице, там, некоторых своих представителей оспаривает сделанное Петром и говорит, что вот как ты мог крестить, там, каких-то язычников и так далее и тому подобное, Петр говорит, они приняли Духа Святого, и вопрос закрыт, потому что, ну, тем самым засвидетельствовано, что Бог принял их в общение, поэтому здесь тоже, в общем-то, эти ученики, обнаруженные Павлом в Эфесе, вроде как бы должны, прямо-таки должны обладать теми или иными дарами Духа Святого. Ну, вообще говоря, конечно, сегодня для нас поучительно, потому что, если кто и обладает дарами Духа Святого, то предпочитает обладать ими втайне, никоим образом не делясь, так сказать, с христианскими общинами этой информацией. Вот что произошло и почему это так радикально переменилось, это, так сказать, отдельный вопрос более богословский, чем исторический или экзогетический. Факт, однако же, остается фактом. Эти ученики говорят, апостолу мы даже и знать не знали, что есть Дух Святой. Ну, то есть, да, действительно, их крестил Аполлос, и он им об этом не говорил, может быть, и сам не знал. В конце концов, в данном случае это не так важно. А важно, что эти люди говорят, мы крестились в Иоанново крещение, крещение покаяния, знак того, что наступило время, когда Бог присылает, когда Бог отправляет, приводит в Израиль своего спасителя, Мессию, и покаявшиеся в своих грехах могут войти в завет с Мессией, в Новый Завет. Вот они говорят, мы приняли Иоанново крещение, что, собственно, и означает. Это их омовение в покаяние. И апостол Павел дальше говорит о том, что это крещение покаяния Иоаннова было только некоторой предварительной ступенью для того, чтобы люди могли поверить в того, кто идет за Иоанном во Христа Иисуса. И, услышав об этом, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Недавно мне пришлось целую дискуссию богословскую читать, не участвовать в ней, к счастью, только читать, что как же именно они крестились-то? Потому что евангелист Лука ясно говорит, крестились во имя Господа Иисуса Христа. Церковная традиция говорит, что креститься надо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну и как-то одно с другим не бьется. Ну, по-видимому, обычай той эпохи был все-таки не таким, как обычай эпохи Вселенских Соборов и позже. И действительно, в основном люди крестились во имя Господа Иисуса Христа, вступая в Завет с Отцом Небесным через воплотившуюся Сыну Божьего, через Иисуса Христа. И это не просто так фигура речи, а это действительно вот полноценное вступление в Завет и диалог с Отцом Небесным, который возможен только исключительно через личность Господа Иисуса Христа. В этом смысле мы, конечно, сразу вспомним заключительные слова Евангелия от Матфея, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, которые, как кажется, несколько перпендикулярны вот этому сообщению Луки. Ну, тут, возможно, разные соображения. Первое, что заключение Евангелия от Матфея, едва ли принадлежащее лично Матфею, было добавлено все же, скорее всего, после того времени, как были написаны деяния. Тем не менее, вот, мне кажется, важнее не столько решать тот или иной экзогетический вопрос, сколько зафиксировать в своем сознании такую многогранность традиций, жизни, ситуации церковной первого столетия. Там не было единообразия. И вовсе, по-видимому, никому это единообразие не требовалось. Современные, ну или, скажем, последних двух, может быть, столетий мифы и легенды о церкви первого столетия рисуют ее такой единообразной, которую, как даже в наше время, не удается ее сделать. А на самом деле, конечно, нет. Там очень по-разному люди думали и действовали, и это не мешало им всем быть учениками Иисуса Христа. Теперь, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. Совершилось, собственно, то, что и должно быть печатью принадлежность этих людей, крестившихся во Христа Иисуса, принадлежность к христианской общине в церкви. Далее Лука рассказывает нам, что апостол некоторое время проповедовал в синагоге, но затем, когда, как по обычаю, как уже не раз происходило, в синагоге его особенно-то и не приняли, ну, хорошо, хоть камнями не побили. Тогда он вышел и обосновался в училище некоего тирана для того, чтобы проповедовать, учить, свидетельствовать, рассказывать, разговаривать с теми людьми, которые сделались учениками, имея в виду, конечно, учеников Господа Иисуса Христа. Вот существенно, что апостол Павел ежедневно проповедует в училище, и это продолжается около двух лет. Это, на самом деле, огромный труд, огромное служение, и много чего апостол Павел мог рассказать Эфесинам за эти два года. примерно два года ежедневных своих проповедей. Здесь были и, вероятно, толкования Священного Писания, и многие другие видения апостола по самым разным вопросам тогдашней жизни, и, собственно, рассказы о Господе Иисусе Христе, о том Евангелии, о тех событиях в жизни Христа, о которых Павел знал, и которые он использовал в качестве материала для своей проповеди, два года каждый день, ну, даже если считать, что это некая натяжка, может быть, там были перерывы, тем не менее, это огромное количество, как мы бы теперь сказали, аудиторной нагрузки. Вот, довольно обширным было то знание, которое апостол Павел пытается Эфесинам передать. И далее Евангелист Лука замечает, что руками апостолу Павла Бог творит немало чудес, и разнообразные, там, больные или одержимые злыми духами исцеляются и освобождаются, так что если там на них накладывают шарф или пояс апостола Павла, и так это становится широко распространено, известно, что даже некие иудейские заклинатели стали пытаться заклинать злых духов именем Господа Иисуса Христа, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Очень, на самом деле, поучительная деталь, потому что она свидетельствует, на мой взгляд, о том, что этим заклинателем абсолютно фиолетово, чьим именем заклинать, лишь бы заклиналось. Вот. И они совершенно не... Им не интересен Иисус, как человек, как реальный или нереальный персонаж, им все равно. Заклинаем мы Иисусом, которого Павел проповедует. Ну, по большому счету, всякого рода заклинания, использующие христианскую атрибутику, какие-нибудь иконы, святую воду, еще что-нибудь там, может быть, с участием каких-нибудь людей в черном, увешанных разнообразными предметами культа. Это все по большому счету вот то же самое. Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует, без личных взаимоотношений. И, в общем, ничего хорошего из этого никогда не происходит. И Лука не без иронии, надо сказать, говорит здесь о том, что вот некие там семеро еще иудейских заклинателей, которые себя выдавали за сыновки священника Скевы, вот они таким образом заклинали человека, одержимого злым духом. И этот человек, из которого духа не думал выходить, одолел их и говорит, а вы кто такие? Вы, собственно, кто такие? Иисуса я знаю. И Павел в ней известен. А вы кто? Это такая вот тоже, в общем, очень поучительная деталь, которая говорит именно о том, что нужны личные взаимоотношения с Иисусом из Нового Завета. Личные взаимоотношения. И без них ничего не получится, потому что вера и чудеса Духа Святого это не технология, а благодать. Поэтому, правильно воспроизведя технологию, ты не получишь искомого результата. Теперь, дальше, евангелист Лука пишет о том, что это стало известно многим людям. И вот многие из занимавшихся чародейством, собрав книги, сожгли перед всеми, и оказалось, что их на 50 тысяч драхм. Дело в том, что в те времена нередко, особенно среди людей малограмотных, книги ценились как предмет интерьера или как предмет магии, вне зависимости от того, мог или не мог человек прочитать содержание этой книги. Был ли владелец в курсе того, что там написано в этой книге, это был, последний был совершенно неважно. Знаете, еще там через пару, наверное, столетий, может быть, меньше, главы христианских общин позволяли себе, особенно в западной части империи, где полиция с грехом пополам владела латынью и вовсе не владела греческим, вот при обысках, при требовании сдать литературу подрывную, вот выдавали им какие-нибудь тексты, написанные на греческом, лишь бы они были на греческом, потому что там удовлетворялись этим делом. А книги продавали просто как предмет интерьера, который ставили, клали в виде свитка на полку, либо в виде кодекса, чаще свитка, конечно, на полку, и это свидетельствовало о том, что хозяин дома грамотный человек, то есть сильно повышал социальный статус. Если таких книг было две, то это уже прямо просто вот сразу кандидатская диссертация. Понимаете? Поэтому стоимость книг была совершенно независимой от их содержания. И заметьте, что занимавшиеся чародейством, которые сожгли книги на 50 тысяч драхм, это большая жертва, большая жертва, которая принесена к стопам Господа Иисуса Христа. Вот с такой силой возрастала и возмогала, то есть побеждала слово Господня. И эти самые бывшие чернокнижники или какие-то там они, чародеи, не просто отказались от своих нелепых занятий, но еще и вот пожертвовали для этого весьма существенной суммой. Теперь дальше Павел уже совсем был и собрался двигаться в Иерусалим, однако здесь в Эфесе произошел весьма существенный, как лукаво выражается немалый мятеж против пути Господня. Ну смотрите, во-первых, обращает на себя внимание само выражение путь Господень, и впечатление такое, что это самоназвание христианской церкви. Да, в Антиохии уже называют учеников Христа христианами, но то в Антиохии. Здесь в Эфесе по-видимому Лука фиксирует для читателя название, которое было в ходу до выражения христиане и вероятно до формализованного употребления слова экклесия, церковь. Путь Господень, путь за Христом, или идущие за Христом, это не столько наименование образа жизни или образа действий в следовании за Иисусом, сколько наименование именно тех людей, которые по этому пути идут. Стало быть, вот мятеж против пути Господня, это мятеж и против общины учеников Христа, ну и собственно против веры Христовой как феномена, ну и одновременно против общины этих учеников. Тоже очень яркое у Луки такое описание того, как некий серебряник Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, ну такие, представляете себе, все видели сувенирчики из Парижа, брелок в виде фуелевой башни, вот примерно такого же типа брелок, ну чуть не сказал магнит для холодильника, да, значит, вот какие-то такой сувенирчик, который будет стоять у божницы рядом со статуей какого-нибудь там сатира в красном углу туристов, путешествовавших в Эфес поклониться Артемиде Эфеске и богине плодородия, там, значит, ну такая еще была статуэточка, ну сейчас бы ее назвали 18+, такая, посмотрите в интернете, не буду вам описывать, это не тема нашего разговора, важно, что очень характерно, ни с чем не перепутаешь, такая богиня, вот они, значит, этим всем делом интенсивно торговали, серебро там было, ну так, небось, пополам с прессованным птичьим пометом, вопрос не в качестве, а в массовости, зарабатывали в основном именно массовостью, сами по себе поделки, ведь ремесленников были не очень дорогими, и себестоимость была маленькая, поэтому главный оборот. И вот этот самый Дмитрий собирает профсоюзное собрание изготовителей этого сувенира, и говорит, что ребята, нашему бизнесу приходит конец. Нет там никаких религиозных мотивов, от слова совсем. Ну, то есть, он, конечно, пытается что-то такое лепить, но говорит, нам угрожает это тем, что не только ремесло придет в презрение, но и храм ничего не будет значить. Ну, вот, что первое, что второе, очень поучительно. Во всяких движениях борьбы религиозной, от Артемида эфесской до оскорбления чувств верующих весьма и весьма часто стоит в основе, в общем, коммерция. Коммерция. И точно так же, как придурочные вопли этого Димитрия не стоят выеденного яйца, а так, как правило, и все остальное, тоже надо очень четко понимать. В истории религиозных движений это происходило, происходит и будет еще происходить сплошь и рядом. Когда внешне люди бьют себя пяткой в грудь и говорят, что мы за чистоту веры, святы, святынь, там еще чего-то, какие-нибудь такие возвышенные красивые слова. Ну, а на самом деле, за то, чтобы не потереть доход. Вот, это неприятная правда жизни, но это правда. Следующая часть этого рассказа тоже очень поучительная, потому что они все это выслушали, коллеги Димитрия по сувенирному цеху, и стали кричать, кричать, велика Артемида и Феска, это что-то такое типа речевки или кричалки, напоминает футбольных болельщиков на стадионе, на самом деле, которые тоже скандируют что-нибудь, ну, или в менее безобидном варианте напоминает также какие-нибудь политические хэппининги, где все собравшиеся дружно хором кричат какие-нибудь словословия вождю и все такое прочее. Вот это такое коллективное помутнение разума, эффект толпы, где они начинают кричать лозунг велика Артемида и Феска и подхватывают друг друга и они уже не могут остановиться, они уже вообще ничего не соображают, если сейчас эту толпу выпустить, они могут только убивать, только громить, больше ничего. Вот такое направленное помутнение разума, которое связано с особенностями психики. Это не духовное событие, не к духу, имеющее отношение, а к плоти и психике, к тому, как устроена материальная сторона человеческого организма. Вот эти люди бегают по улицам, кричат велика Артемида и Феска, Павел хочет выйти, чтобы остановить как-то этих людей, которые бегут на зрелище, в смысле на стадион, на стадион. Вот, слава Богу, ученики его не допустили, и там на этом стадионе происходит все время какой-то хаос. Иудеи, понимая, что сейчас их тоже за компанию будут бить, да и не очень-то различает эта толпа иудеев и христиан тоже поучительный факт, заметьте. Вот иудеи пытаются выпустить некоего человека Александра, которого знают, но узнали, что он иудей, и опять они два часа подряд кричат, велика Артемида и Феска, у них уже сил нет, они же на землю падают, но остановиться они не могут, потому что для этого надо включить голову, а это эффект стадной психики, который высшие сферы сознания, собственно, сознание как таковое, отключает, отключает, и остановиться они не могут очень-очень долго, до тех пор, пока некий блюститель порядка, все-таки каким-то образом их утихомирив, говорит вам, да-да, ладно, все, велика-велика ваша Артемида, да, но давайте все-таки будем не поступать опрометчиво, потому что вот эти люди, которых вы собираетесь тут покарать, они ни храма не обокрали, ни богини вашей не хулили, а если у вас есть какие-нибудь жалобы, ну, идите по начальству и жалуйтесь друг на друга и на судебных собраниях, вот, и тогда будет принято какое-то законное решение, ну, потому что мы находимся в опасности, что нас обвинят в возмущении, да, дело-то в том, что если некое городское собрание, опьяненное вот этими ритмическими криками, кто-то там чемпион или что там Великая Артемида Ефесская, все то же самое, перестает обращать внимание на представителей законной власти, слушаться представителя законной власти. В те времена в Римской империи это может быть воспринято как бунт и послужить причиной разрушения города, не просто так. Поэтому вот этот самый служитель предупреждает жителей Ефеса, что смотрите, как бы нам не быть опрометчивыми, если проблема есть, пусть решается в законном собрании. Ну и вот как-то все-таки ему удалось это собрание утихомирить и распустить собравшихся по домам.